Ну а тем временем Европейский Союз приступил к разработке уже седьмого пакета санкций против России. Что попадет под ограничения пока не до конца понятно. Вот Польша, кстати, предлагает отключить от международной системы банковских платежей SWIFT все российские финучреждения и конфисковать активы России за границей, опять же, все. Украина рассчитывает на запрет поставок энергоносителей. Эксперты предполагают, что согласование нового пакета санкций займет от двух до трех месяцев. Ну какие еще экономические удары будут болезненны для Москвы и как повлияли на экономику России уже принятые санкции? Об этом не только мы поговорим с Натальей Шаповал, вице-президентом по экономико-политическим исследованиям Киевской школы экономики. Наталья, здравствуйте. Добрый день, Наталья. Здравствуйте. Так вот осталось еще чем бить Россию, скажем так, болезненно. Я читал немецких экспертов, в частности, Янис Клуги, эксперт Берлинского фонда наука и политика, считает, что практически дословно санкционный репертуар, который не очень болезнен для Запада, он практически исчерпан. Вы правы, что достаточно много типов санкций уже были применены. И сейчас действительно такой вопрос, что делать дальше. Дальше нужно, на самом деле, анализировать эффект того, что было введено и гораздо больше ювелирно подходить к последующим санкциям. Сейчас очень много еще открыто. То есть торговые потоки, многие торговые потоки еще открыты. И тот же газ, кроме тех стран, которые там нескольких оказались, отказались платить в рублях и перестали получать газ. Сейчас газовые потоки, нефть, которая идет по проводам. Большинство торговли российской еще продолжается. Очень много компаний, общих предприятий с иностранными инвесторами продолжают работать в России. И, соответственно, достаточно много потоков денег еще не санкционированы. Но просто так подходить дальше, давайте на все наложим санкции, тоже будет нецелесообразно. Нужно, с моей точки зрения, позаботиться о том, чтобы из России можно было вывести как можно больше денег тем инвесторам, которые еще там остались. И даже физическим лицам, которые пытаются уехать из России, чтобы стимулировать отток капитала. И при этом сделать так, чтобы весь поток внутрь России был контролирован. Это можно обеспечить, например, введением специальных лицензий, по которым, например, торговлю можно будет осуществлять только по определенным правилам и только с ограниченным количеством банков, возможно, даже с одним банком. Кроме этого, уже следует двигаться к санкциям на реальные физические потоки, а не только на финансовые. Та же нефть, это период, пока ее будут сокращать, это 6-8 месяцев. Наталья, смотрите, вот все-таки интересно, очень много информации о том, что дефолт огласят в конце этого месяца. Сможет ли Россия удержаться на плаву после этого? Какое-то время сможет, и доказательством этого есть Советский Союз и та же Северная Корея. Многие страны, они, конечно, привели свою экономику к ужасному падению, и жизнь, качество жизни и население очень сильно падает у таких стран. Есть страны, которые стали странами террористов, не получили такой статус, и они все равно продолжают работать. И Россия, она, по-моему, к такому варианту Советского Союза, который как-то делает некачественные зеленые плащи, которые разлазятся и заставляют всех их носить, вот по этому пути они идут. Вот, соответственно, вот эта стратегия Путина, кидать много человеческого мяса в Украину, да, их там десятки раз больше, просто этих людей, которых можно сюда бросать, с топорами, чем угодно, ее можно продолжать достаточно долго, к сожалению. Наталья, скажите, ну вот дефолт, это вот невозможность, дефолт государственный, невозможность заимствовать деньги, в моем понимании, на внешнем рынке. Россия сейчас уже, по сути, и так ничего не дает. То есть это вот такой вот будет красивый жест, да, первый дефолт за сто лет, но, возможно, вот эта ниточка потянет еще какой-то клубочек, то есть там какие-то внутренние дефолты, кросс-дефолты, да, вот говорят, что частные компании, вот начнут от них требовать погашения досрочной задолженности. Что, к чему приведет вот этот дефолт государства? Это приведет экономически не к многому, к сожалению, потому что российская экономика, они долго шли к тому, чтобы минимально зависеть от внешних финансовых рынков, там, депозиты населения, они в основном в рублях, они в долларах. Соответственно, там, собственность в основном российская. Но к чему это приведет? Это поставит такую точку над «и», что для всего мира, что России нельзя давать взаим. То есть сейчас и так вы правы, что в основном все страны, которые, вот там, партнеры Украины, они ввели санкции, и так этого не позволяют. Но достаточно много есть таких, как бы, лазеек. В том числе, вот даже те банки, которые не под полными санкциями, у них все равно есть варианты, как работать с определенными финансовыми инструментами. И вот дефолт, да, он, как бы, нам не придется разбираться во всех этих, как бы, лазеечках, очень технических. Он просто, как бы, для всех стран, которые, ну, не просто хотят Россию финансировать, а хотят вести бизнес, это вот поставить такую точку над «и», что дальше им действительно нельзя давать взаим. Но экономического эффекта я большого от этого не ожидаю, потому что, как мы правильно заметили, они и так, в основном, финансировали через рекапитализацию, через внутренние займы на рынке. И они такую ситуацию могут достаточно долго выдерживать. Этот экономический эффект от санкций пытаются нащупать много международных изданий, найти фактаж. И вот, к примеру, кстати, издание «Медуза» пишет о том, что сейчас в России уже существенно страдает авиация, особенно международные перелеты. Уже с начала марта российские авиакомпании столкнулись с арестами самолетов в Ерване, Стамбуле, Дубае, Мексике. И отмена международных рейсов сильно ударила подоходом авиакомпании, и люди хотят увольняться или уже увольняются. Скажите, действительно ли по этой отрасли так ударило? — Действительно. Потому что очень большая часть, больше половины парка самолетов были иностранные, зарегистрированы не в России. Россия пыталась ввести какие-то двойные регистрации для того, чтобы использовать, по сути, украденные самолеты у лизингодателей. Но часть стран от этого отказались. Поэтому их производство страдает. Все, кроме одной компании, которые строят самолеты, они под санкциями. И они не могут продолжать работать, потому что, кроме таких санкций, они еще не получают импорт составляющих для этого строительства. Там одна компания только продолжает работать, и то у нее очень ограниченный доступ к компонентам для строительства. А те самолеты, которые они украли, по сути, они не смогут их ремонтировать. Поэтому либо их самолеты начнут скоро очень сильно падать, либо просто через несколько, 6-8 месяцев. Это такие экспертные оценки. Я, к сожалению, не знаю, насколько там ремонт самолета в этой сфере. Но вот экспертные оценки, что 6-8 месяцев и дальше без ремонтов они не смогут использовать эти самолеты, даже которые они украли. Поэтому и эта отрасль, и все другие, они падают 15-20-25%. Это то, что мы наблюдаем по всем отраслям. От металлургии до золота, до машиностроения и так далее. То есть это показатели, которые по многим отраслям сейчас наши оценки за этот год. Наталья, скажите, вот вы ранее сказали, что нужно способствовать оттоку капитала из России. Но мы видим, что сейчас капитал в Россию заходит. И в частности, Блумберг, он предполагает, что до конца года от нефти и газа Россия заработает до 300 миллиардов долларов. Но это огромнейшая сумма. Как вы считаете, этих денег вот хватит, чтобы какие дыры залатать? И вот эту подушку денежную. И хватит ли их надолго? Да, сейчас экономические прогнозы говорят, что, учитывая текущие санкции, скорее всего, Россия все равно выйдет в профицит платежного баланса, но в дефицит бюджета. То есть уже сейчас, и это, ну, как бы это даже не то, что россияне сами признали, по сути, что у них намечается дефицит бюджета вместо профицита, который ранее планировался. Соответственно, несмотря на то, что им будут приходить эти доллары, они на самом деле не смогут их эффективно использовать, потому что много каналов покупки продукции, составляющих для их экономики, они уже закрыты или будут еще закрыты. Соответственно, даже вот какие-то доллары, для них это будет как фантики. Они не смогут за них много купить. Но, конечно, мы хотим и этот поток тоже ограничить, и над этим дальше, я думаю, будут работать в следующих санкциях. То есть, если закупки приостановлены, то я правильно понимаю, что мы можем ожидать уже вскоре дефицит товаров. Кто-то прогнозирует, что это будет уже осенью. Это уже происходит, и вы абсолютно правильно говорите. То есть обычно, как бы на складах, да, там могут держать товары, там, да, недели, месяцы. То есть сейчас эти все запасы будут подходить к концу. Это уже видно по ценам, и по ценам очень высоким, и по очередям, по дефициту. Многие компании, которые выходят, а их больше тысячи уже из российского рынка, они там, конечно, по-разному уходят. Это можно как бы отдельная дискуссия. Но, тем не менее, доступ к импортным товарам, даже для таких обычных жителей, да, там, какие-то продовольственные или там бытовая химия, машины, компьютеры и так далее, он очень становится ограничен, и заменить это полностью там китайскими или там внутреннего производства товаром они не смогут. Вот, это в том числе будет значить, что через какое-то время цены начнут снижаться, потому что будет мало импорта, и будет только как бы дешевые заменители, которые сделали в России, но это будет совершенно другой порядок качества и товаров, которые люди смогут приобретать. Спасибо вам, Наталья, за ваши ответы. С нами была Наталья Шиповал, вице-президент по экономико-политическим исследованиям Киевской школы экономики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!